А когда плохо, мы начинаем жить в это время. Потому что когда человеку плохо, самое лучшее время в его жизни наступает. Потому что если бы не было плохо, мы бы сейчас здесь не сидели на этой лекции. Мы бы где-нибудь лежали у себя дома, смотрели бы Санта-Билиберду, там еще что-нибудь. И просто наслаждались жизнью все. А как жить правильно, никто бы не изучал в это время. Потому что когда у человека все хорошо, он проклят в это время. Он не изучает, как жить, не меняет свою жизнь. Просто зря время проводит. Время зря в своей жизни проводит. Пустую. Потому что все это хорошо, это всего лишь обман. Потому что в этом мире, смотрите, что происходит. Мы стареем. Это означает, в секунду времени все больше трудностей выходит из сердца. Смотрите, как интересно говорят веды. Маленький ребенок, у него мало трудностей из сердца выходит. Поэтому он счастливый. Крылатые качели летят, летят, летят. Детство кончится когда-то. Все хорошо, все классно. Почему? Потому что из сердца не так много трудностей выходит. Маленьких детишек целуем попу, потому что они сладкие дети маленькие. От них приносят счастье. Целуем попу. Но бабушек стареньких никто попу уже не целует. Почему? Потому что от них уже нищая энергия счастье идет. Другая энергия идет уже от них. Им тяжело жить уже становится. Потому что судьба с возрастом сгущается. Для чего? Вопрос. Для чего тогда создан этот мир? Этот мир создан для того, чтобы мы приближались к духовности. Чтобы мы развивались. Чтобы мы становились разумными существами. Потому что просто жить ради того, чтобы домик, работа, дети. Это же полуживотный уровень существования. Потому что животные так же, они тоже рубрики, норки, сексом занимаются. Детишек воспитывают. В чем разница заключается? Разницы никакой нет. В чем разумность существования человеческого? В том, что человек изучает этот мир. Пытается понять, как жить правильно. Пытается разобраться во всем, что здесь происходит. Начинает понимать, что он вечный по природе. Собачка не знает, что она вечная. Она хочет в этом теле жить. Но человек должен это понять. Почувствовать эту вечность. Я изучал, как разные люди с смертью сталкиваются. Я жил в Индии, в одном святом месте. И ухаживал за людьми, которые оставляют тело. Те люди, которые духовной практикой занимались, они вот так вот, когда смерть видят, они улыбаются. То есть они перед смертью с улыбкой тело оставляют. Те люди, которые погружены в греховную жизнь, они вопли сдают перед смертью, кричат и испражняются под себя. И они видят перед собой слуг ада, чертей. Как в Бхагавадгите у нас есть книга такая в ведической культуре. Бхагавадгита — это древнее писание. Там есть картинки такие. Там показано, как слуги ада вытаскивают душу грешника из тела. Поэтому пьяницы чертей видят уже этих слуг ада уже при жизни. Они к ним в гости приходят, чтобы он знакомился уже с ним. Знакомство с ним строят уже отношения. И я знаю один случай интересный, который произошел в Москве. Один человек, это реально, то есть человек свидетелем был, он сам это все рассказал. То есть один человек занимался преступной деятельностью, был в преступной группировке. И он разок так получилось, что он в церкви причастился, исповедовался как-то так. Решил в сердце другую жизнь начать уже. Но через несколько дней он сидел в ресторане с дружками. И он увидел такую картину. Заходит враждующая группировка с автоматами в ресторан. И начинают расстреливать всех подряд, кто там сидит, из-за этих его дружков. И он увидел, что за каждым вот этим бандитом стоит черт с врагами. И он показывает теперь этого, и тот стреляет. Хотя тот не понимает этого, он просто стреляет, думает, что он сам хочет. На самом деле за ним черт стоит. И показывает ему, стреляй в этого, стреляй в этого. Он такую картину увидел. И в него не показали. А потом к нему черт один подошел, говорит, скорой до тебя наберемся. И ушел. То похолодело все внутри. И он начал думать, как жить дальше, что делать. Один остался из всей своей кучи друзей. И ему дали Бхагавадгиту посмотреть на улице. Он начал смотреть. И увидел картинку вот с этими чертями. Он говорит, а этих я знаю. Я их видел. И начал потом все это изучать дальше. Ну, то есть идея в всем заключается, что иногда вот такая вот помогает. Такая информация. То есть, видите, тяжелые события, они часто являются благословением у человека в жизни, а не наоборот, чем-то неправильным, плохим. Но смотрите, чего мы хотим. Вот мне, допустим, написала женщина эту записку. Она хочет быть счастливой. Она не хочет работать над собой. И она хочет, чтобы родственники вели себя хорошо. Это касается всех нас. Ну, почему они ведут себя плохо? Для того, чтобы мы погружались в сердце. Для того, чтобы мы не ждали от этого мира счастья. Потому что мы стареем. Грехов становится больше с каждой секунды. Цель нашей жизни погрузиться в то, чтобы отдавать, а не брать. Чтобы учиться принимать, раскаиваться, прощать, прощать, прощать. Контактировать, надеяться на светлые силы, на святость, а не на своих родственников. Вот она говорит, что делать родственникам вот этой женщины, которая плохо ведет себя с ребенком? Надо другой вопрос себе задать. А почему ты с ней что-то хочешь делать? Потому что ты хочешь наслаждаться ей. А она тебя мучает. Не то, что ты такая бескорыстная, что ты хочешь что-то с ней сделать. Нет. Это не от бескорыстия идет. Ты хочешь наслаждаться жизнью рядом с ней. Потому что у человека есть два вида счастья. Один вид счастья я изнутри счастья испытываю. А больший вид счастья я испытываю счастье от своих родственников. Это еще больший вид счастья. Когда женщина думает, я хочу, чтобы мой сын был хорошим человеком. Чаще всего она хочет наслаждаться его счастливой жизнью. Видите, когда человек разоблачен вот в этом, то спрашивается, что делать тогда? Мне теперь уже не вот ей родственнице, а мне с этим совсем делать, что ли? Первое, что надо понять, не надо привязываться к тому, что мои близкие люди должны себя обязательно правильно вести. Они сдают свои экзамены в жизни. Но если я хочу наслаждаться их счастьем, то я порабощен этим желанием. Человек не может жить без привязанности. Им надо кому-то привязаться. Надо на кого-то начать рассчитывать, надеяться в жизни. Человек не может просто так жить, ни на кого не рассчитывая. Поэтому древняя культура и говорит, привязывайся к святым людям, они тебя не подведут. Привязывайся к наставнику, привязывайся к тем, кто действительно обладает энергией счастья, у кого не действует карма внутри. Эти люди постоянно в молитве находятся, они ее отрабатывают. Привязывайся к тем, кто приносит счастье. А всем остальным просто выполняй свой долг. Вот что мне делать по отношению к этой вот молодой женщине? Первое, что нужно сделать, простить ее. Если ты привязан к ней, служи ей. Как можно служить с помощью прощения? Я молюсь святому человеку и прошу прощения. Да ничего, ничего, нормально. Вы просто там на самолет, мы сейчас в самолете. Поставьте на самолет и все нормально. Вот, он не будет звонить. Мы же полетели с вами, да? В знания погружаемся. Итак, видите, первое, что нужно сделать, это нужно настроиться на чистоту. Вот пока тебе больно, ты с этим человеком ничего не сделаешь. Надо менять свою жизнь. Надо учиться молиться, настраиваться на чистое и светлое. В это время сердце начнет успокаиваться, в спокойном сердце возникает прощение. Так как ты все равно привязан к этому человеку, к этой женщине, которая неправильно к ребенку относится. Прощай ее. Что с ней можно сделать? Прощать ее за то, что она так себя ведет. Когда я сказал слово «прощаю», у вас сердце в некоторых бум. Не хочу прощать. Пускай она будет наказана за это. Мы не боги, чтобы наказывать. Я не про вас, не вам сейчас говорю, я говорю всем сейчас. Как этого маленького защитить? Не сможете вы его защитить. У него своя судьба. Он, вы слушаете или отрицаете сейчас? Не отрицаете, слушаете, да? Но у вас голова вот так мотается. Нет, слушай. Я сейчас расскажу вам одну историю. Это для всех уже, не для вас, конкретно для всех. Один духовный учитель обратился к своему ученику и говорит, слушай, ты, говорит, выбрал меня духовным учителем для того, чтобы я тебе давал наставление. Когда я тебе давлю наставление, ты все время мне говоришь «нет». Он такой, посмотри на свой духовный учителем. Нет духовного учителя, я вам не говорю «нет». Видите, первый вкус в отношениях с чистотой, с сознанием — это горький. И всегда хочется защищаться от него, но его надо учиться принимать. Итак, в чем мы должны в этой истории принять? То, что, смотрите, первое, если ты хочешь помочь, человеку реально, то тогда прими, что у него есть судьба. Сначала, первое, поставь диагноз. Диагноз такой, даже маленький ребенок рождается в этот мир для того, чтобы сдавать экзамен. Теперь, как я ему могу помочь? Не беспокойствуй. Когда вы беспокоитесь за него, так как я вижу тонкие связи, я вам докладываю. Я вижу этого ребенка сейчас. У этого ребенка проблемы с кишечником есть вот здесь. У него там трудности какие-то с пищеварением. Он очень кричит постоянно, плачет, потому что в беспокойной среде находится. Я вижу этого ребенка. Вы ему тоже приносите беспокойство сейчас. Так как вы с ним связаны, любите его, и вы о нем беспокоитесь. И это значит, что он тоже беспокоится. Потому что беспокойство по себе означает вообще просто неправильный путь в жизни. Потому что я тоже, допустим, сейчас на вас смотрю, я могу начать беспокоиться. Но я этого не делаю. Потому что я знаю, что я должен думать не о вашей проблеме, а о своем наставнике в это время, о духовном, о чистом, светлом, чтобы это вам передалось. Потому что вы сейчас меня слушаете. Видите, вам сейчас начало спокойнее становиться изнутри. Чувствуете? Благодаря тому, что я сегодня молился. Это не ваша заслуга. Ваша заслуга в том, что вы внимательно слушаете сейчас. Это тоже является духовной практикой. Итак, идея в чем заключается? В том, что помощь заключается не в том, что мы настраиваемся на боль, которая идет от человека, которому мы хотим помочь. Мы настраиваемся на счастье того, кто может помочь. Только духовная энергия может помочь. То, что связано с Богом, может помочь. Веды говорят, энергия счастья принадлежит Богу. Иногда он нам дает ее, иногда нет. Но если мы начинаем служить Богу, или святости святым людям, то тогда энергия счастья сама начинает течь в нас, даже если мы не заслуживаем в это время этой энергии. Так человек побеждает судьбу. Победа не означает, что я приковываюсь к тому, кому больно. Мне тоже становится больно в это время. Победа означает, что я отвязываюсь от этой ситуации, перестаю думать о малыше и начинаю думать о святости. И в этот момент малышу становится лучше. Потому что я с ним связан с сердцем, внутри сердца. Просто яд мне становится хорошо, ему становится хорошо, мне становится плохо от того, что я о нем думаю, ему становится хуже. Такой метод. Вот сейчас ему становится лучше, я это вижу. Он успокаивается сейчас. Потому что мы с вами настроились на нужные вещи. Вы преподаватель, да? Или у вас есть способность давать людям знания? Учитесь, изучайте, как правильно все делать. И будете давать людям знания тоже. Спасибо вам. Движемся дальше. Я раньше мужа начала вставать в 5.30. Думал, еще одна женщина раньше начала. Почему в нашем роду 4 колена рождаются только женщины? Бабушка, мама, 3 сестры, внучка, правнучки. Это можно изменить? Хочу мужу родить сына. Видите, мы бунтари какие. То есть, если бы рождались одни мальчики, мне бы записку напишали, хочу девочку мужу родить. Мы вот не можем довольствоваться тем, что есть. Смотрите, 3 сестры. Классно же. Целых сейчас одного-то родить люди не могут. Не то, что там сына вместо девочки. Некоторые говорят, да кого-нибудь хотя бы. Уже 10 лет изучать не могу. А я хочу сына. Девочек уже много. Хочу сына. Да? Вам ручку вон показывать. Вот. То есть, идея в чем заключается? В том, что первое, что нужно сделать в своем сердце, выразить свою благодарность за то, что уже есть. Это первый шаг к развитию событий. Когда благодарность возникает в сердце, тогда сердце начинает лучше понимать судьбу. И в судьбе, в благодарном сердце, понимание судьбы будет двух видов. Первый вид. Не получится сыну все равно, даже если хочу. Второй вид. Может получиться, но для этого нужно что-то сделать. И обычно что делает? Я, например, у меня есть опыт такой интересный. Люди лечат обычно бесплодие или просто хотят поменять что-то в своей жизни. Родить сына вместо дочери. Но, понимаете, это не просто меняется, потому что по факту есть психический процесс определенный, они в ведах описаны. Так, допустим, из-за того, что женщина, она в половых отношениях больше испытывает счастье, рождается девочка. Это зависит, какая сила мужская природа в половых отношениях или женской пересилит. Обычно, когда девушка очень молодая, она привлекает к себе очень много внимания. И половые отношения с ней очень возбуждают мужчину. Поэтому молодых девушек обычно рождаются мальчики. Потом постепенно, когда отношения углубляются между мужчиной и женщиной, женщина больше испытывает счастье уже от половых отношений, а не мужчина. И рождается вторая девочка обычно. Но бывает наоборот. Но бывает так, что женщина всегда испытывает очень много радости от половых отношений. Гораздо больше, чем мужчина. И поэтому не только девочки рождаются. И она ничего с собой сделать не может в этом случае. Но есть способы. Допустим, женщина постится, изматывает свою плоть перед зачатием. Она, допустим, ничего не ест, а мужа кормит сметанкой, наоборот, чтобы он сильнее был, силы больше был. Есть такой способ. Женщины кладут в правую назрю себе семена послена. Семена послена, они очень сильно возбуждают половую активность в нужном направлении. В левую назрю положишь семя послена, будет девочка. В правую назрю закапываешь, масло семян послена закапывают. В правую назрю закапываешь, будет мальчик. Правая часть тела связана с мужской природой, левая с женской. Следующее. Зачатие в ясную погоду рождает мальчиков, пасмурную – девочек. В четные дни больше склонности к девочек зачинать, в нечетные – мальчиков. Что-то вы заволновались, я смысл. Какие-то волнения пошли.